Стоп, стоп, досмотри до конца! Лолстим Маркет это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нём информацию. Сделка пройдёт гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Смотри уже про Гитлера. БЛЯНЬ! Так, ладно, я так понимаю, мне это смотреть, и вы будете сравнивать это со мной, да, или что? Или как это должно работать? Я просто не понимаю, зачем вы меня просите это посмотреть, для чего, для кого. Ну да ладно, ну да ладно. Давай, хорошо, хорошо, хорошо. Молодой Гитлер, неудачник без образования. Похоже на меня, кстати. Это юный Адольф Гитлер, он же Адик. И кто-то скажет, что говорить о нём в 23-м году баян. Но мы так не считаем. Сейчас вы узнаете о той части жизни Адика, о которой вряд ли слышали до этого. Привет. Привет. С вами Гилл. Кто из вас ест огурцы? Я, кстати, ем охуенная тема. Ну, вообще, я очень люблю огурцы. Причём, я ничего не люблю, когда они порезанные, а люблю целые есть. А знаете, кто ещё так делал? БЛЯТЬ, НЕЕТ! Гитлер. Да сука! Да это нет! Да не просто вкусные! Вы что, за Гитлера? Нет! Нет! Да нет! Это один из самых абсурдных примеров использования закона Годвина. Звучит он так. По мере разрастания дискуссий в интернете, вероятность сравнения чьей-то позиции с нацизмом или Гитлером стремится к единице. В смысле, рано или поздно любой срач сводится к Гитлеру. Ну да! Это неудивительно. Адольф Алоизыч в массовой культуре считается чуть ли не абсолютным злом. Самым плохим человеком из всех, когда-либо живших на Земле. И, надо сказать, вполне заслуженным. Вряд ли он сделал хоть что-то хорошее для цивилизации. Все мы знаем про развязывание Второй мировой войны, и про Холокост, и про зверства нацизмах на опубированных территориях. Но все это было уже после того... Гитлер-лох! Гитлер-лох! А что, типа так можно? Я не знал. Получил власть. Вот только есть вопрос. А как такой агрессивный фанатик вдруг завоевал невероятную... Это Гитлер с усами сейчас слева был? Только есть вопрос. А как такой... Это Гитлер? ...агрессивный фанатик... Не пришлось изменить их, вроде как. Ведь изначально у него не было ни одного из составляющих успеха. Ни денег, ни влиятельных родственников, ни связей. Ничего. Даже удача долго отворачивалась от Гитлера. Было время, что он буквально бомжевал на улице. Ха-ха-ха, бомж! Сегодня я предлагаю взглянуть на Гитлера под необычным углом. Рассмотреть период его жизни, когда он еще не был известным. Я не буду затрагивать времена, когда Адик был вождем Германии. Как строил диктатуру и прочее. Ну просто потому что... Сука, молчи, Адик. Скучно. История... Уроды в чате, молчите. Питего Рейха, Холокост, война, преступление нацизма. Это все плюс-минус известные сюжеты. Об этом уже сто раз все говорили. Куда интереснее то, какой путь Гитлер успел пройти, Чтоб превратиться в такого злобного... Да сука! Как обычный австрийский мальчик Адольф пытался найти свой путь в жизни. Получал вещи от бати, влюблялся, хотел стать художником, Жил на улице, косил от армии и мечтал о возрождении велигого германского народа. И так, 1932 год, Германия. В стране скоро очередные выборы, А буквально все общество обсуждает громкий политический скандал. Какой? В швейцарской газете Ное Тюрхерцайтунг вышла статья, где разбирали биографию модного популярного... Это типа у них экстрим инсайд, да? ...политика Адольфа Гитлера. Этот харизматичный лидер нацистской партии считался фаворитом на выборах. Кстати, биографию он заказал себе сам. Гитлер обратился к ведущим специалистам, чтобы они составили ему реально геологическое древо. Со всеми предками, которых только можно найти. Сука, вот видите, я себе не придумываю предков. Вы мне придумываете. Так что я уже не Гитлер. Для избирателей эта биография должна была стать доказательством, что Гитлер прям самый чистый немец из всех немцев. У него плюс-минус тысяча онлайна было. У кого у Гитлера? Так вот, швейцарские журналисты решили подробно проанализировать эту биографию. И нашли там... Гитлер ваш? Лох! ... одного интересного человека. Кто у него папа был? Покажи. Покажи, кто его папа. Ха-ха, у него три папы. Смотри, раз папа, два папа и где-то женщина. Ха-ха! ... и нашли там одного... А это кто? Это Джарахов нахуй? ... интересного человека. Некую австрийскую прапрабабушку по имени Катарина Соломон. Заканчивалась статья вот такой фразой. Это мать? Она маленькая? Не в обычае Адольфа Гитлера и его приверженцев считать это имя исключительно немецким. Никакого вывода газета не делала. Но намек поняли все. Самый известный антисемит Европы... Кстати, он больше похож на Гитлера на самом деле. Еврей. Так это что? Правда что ли? Ну, на самом деле нет. Я люблю евреев. Какой прапрабабки еврейки у Гитлера не был. Имя Катарины Соломон вписали в родословную по ошибке. Но было уже поздно. Не, евреи пиздатые. Они все придумали. Они придумали Эйнштейна. Они придумали вот этот прикольный танец там. Да, да хуя, да хуя. Миф оказался настолько живуч, что дотянул до наших дней. Даже сегодня... Да, они Иисуса Христа придумали. Евреи могут быть плохими, если они Иисуса Христа придумали? Ну, давайте, чисто по логике. Есть немало тех, кто верит в еврейские корни фюрера. Ну, а тогда в 30... Да? Но, но, но... ...статые журналисты всей Центральной Европы... Я сливаюсь. Не хочу вести диалог. ...бабушку Гитлера. И удвоили свои усилия после того, как он стал канцлером. Но это был не единственный прикол с его предполагаемыми еврейскими корнями. Вообще, фамилия Гитлер встречалась в разных народах. По сути, она переводится просто как обитатель хижины. Я к тому, что семья Гитлера встречалась и среди... Опустите руки! ...и немцев... Опустите руки! ...и среди евреев. Понятное дело, что родственниками они при этом не были. В Советской Армии во время Второй Мировой медаль получил артиллерист Семен Гитлер. А в Чехии нашли... Чего, блядь? Это, то есть, у кого-то дед реально мог быть Гитлером? Стоп! Это даже не шутка, реально! Чей-то дед Гитлер. ...шли раввина Абрама Гитлера. То есть, у евреев тоже был Гитлер? Все эти люди были просто однофамильцами Адольфа. Но что мы знаем о реальном происхождении Гитлера? В целом, не так много. Родился наш будущий фюрер 20 апреля 1889 года. В городишке со сложным названием... В 89-м году? Так! ...браунау Аб-Ин на границе Германии и Австро-Венгрии. Сам Адольф про это место своего рождения писал так. Браунау лежит на границе двух немецких государств, чье объединение казалось нам, молодым, главной целью всей жизни, которой следовало добиваться любыми средствами. Отцом фюрера был обычный таможенник Алоиз Шикельгрубер. Кто? Алоиз Шикельгрубер? Адольфу было 6 лет. Отец купил дом в деревне Леондинг. Домик был... У нас Валадина было. Маленький, с низкими потолками. Да нормальный, потом его достроили. Зато у всех детей были свои комнаты. Ну нет, я жил с родителями, там типа было две комнаты только, мы там типа все вместе укладывались. Этот господин Шикельгрубер был человеком своеобразным, мягко говоря. С ним даже связана еще одна байка о возможном еврейском происхождении Гитлера. Якобы его отец был незаконно рожденным сыном некоего богатого еврея. Якобы мать Алоиза, то есть бабушка Гитлера, работала горничной в городе Линц у некоего Фракенбергера. Ну и сами понимаете, туда-сюда, и в результате родился Алоиз. Правда бабушке тогда был уже 41 год. Но бывает. Допустим, кто-то захотел Милфу. Эта теория заговора всплыла уже после войны, а ее ноги растут... Кто, блядь? Уже 41 год. Но бывает. Допустим, кто-то захотел Милфу. Чего? Эта теория заговора всплыла уже после войны, а ее ноги растут от Ганса Фракенбергера. Какая Милфа. Бывшего гауляйтера оккупированной Польши. Там вообще времена были веселые. Всех нацистских лидеров радостно арестовывали по всей Европе. И почти все они были готовы рассказать что угодно, лишь бы отмазаться от ответственности и связи с Гитлером. Так вот, этот Ганс Франк после ареста начал утверждать, что настоящий дед Гитлера богатый еврей из Линдса. И что он это точно знает. Стоп, если дедушка Гитлера был евреем, то получается он... Он вообще типа долбоеб по своим ебашить. Конченый. Потому что видел, как фюреры шантажировали раскрытием его страшной тайны. Это, конечно, полная хрень. В Линдсе в те времена не было человека с фамилией Фракенбергер. А корни этой байки лежат в том, что... И вообще типа в жизни должны были забанить за грифинг нахуй с такой игрой. ...действительно был рожден вне брака. Что тогда было страшным грехом. Короче, бабуля Гитлера в конце концов все-таки вышла замуж за Георга Гитлера. А внебрачного сына почему-то спих... Небольшой лушай. А, у меня же тачки. А он все равно шею лушай. Капец у синяя. Охуеть. Стихнула на воспитание брату этого чувака. Непомуку Гитлеру. Я все это деревенскую Санта-Барбару рассказываю только ради одного. Немного позднее, уже когда Алоису Шикельгруберу будет уже целых 39 лет, этот самый Непомук Гитлер наконец-то решит его официально усыновить. Так... Гитлер Гитлера. Алоис, который уже был взрослым мужиком, возьмет себе фамилию приемного отца. То есть станет Гитлером. Но священник, который делал ему документы, ошибся в одной букве, и Гитлер превратился в Гитлера. Ну а наш маленький Адик родился уже после всей этой истории. Поэтому никогда не носил фамилию Шикельгрубер. Ему нравилось быть Гитлером. Так, с этническим происхождением, я думаю, разобрались. Давайте теперь разбираться социальным. Понятное дело, что Гитлер был не из дворя. Род его отца шел из простой крестьянской семьи. Сам Алоис даже школу толком не закончил. А вместо учебы в 13 лет пошел работать под мастерьем к сапожнику. Но в 18 перешел в таможню. И так там и оставался до самой пенсии. Блядь, вот смотрят на эти кадры. Ребята, какая у вас ассоциация с этим кадром? Ну вот, подскажу из комиксов. Блядь, да это же вылитый Готэм. Ну просто посмотрите, это реально Готэм. Вот просто сюда добавить Бэтмена. Немножко там людей сделать поменьше. Все, это Готэм. Ну или Нуар Паук, да, да. Ну что-то все равно Готэм, типа Нуар, но все равно. Храницы ли те же самые? То есть стал кем-то вроде начальника на главной таможне всей Нижней Австрии. Нижней Австрии. Извините, просто спешно звучит. В плане личных качеств Алоис оказался конченным мудаком. Это был такой типичный, стереотипный, малообразованный... Никогда не думал, что все равно будет смотреть Гео. А меня заставили, мне сказали. Смотри про молодого Гитлера. Я просто понимаю, ну для чего я смотрю. Мне вообще могу ничего не говорить. Вы просто будете в чате угорать. Так что я просто, блядь, здесь отрабатываю роль, чтобы вы придумывали какие-то шутки. Ну то есть, как бы... Ходец из силовых структур. Он много пил и скандалил. И часто пускал в ход кулаки. В том числе против детей и жен. Алоис был женат трижды. Вот же тварь. У меня тоже батя был такой, ну, отчим точнее. У него родной отец, у меня отчим. Первые две жены как-то подозрительно скончались. Очень рано. Не-не, у меня маму никто не убивал, она жива до сих пор. Буквально через несколько лет после свадьбы. И вот в 1885 году, когда Алоису было уже 48 лет, он женился снова. На 25... Ой, красивые глаза какие, посмотри. Летний Кристиан. Она слепая? Кристианской девушке Кларе. В браке с Кларой он настрогал шесть детей, из которых, правда, до совершеннолетия дожили только двое. Нюанс. Адольфа и его сестра Паула. Вот почему раньше такие многодетные семьи были. Типа, это, знаете, просто на выборку. То есть, ну, один-то хуй знает доживет или не доживет. А из шести один-двое точно доживут, поэтому надо побольше сделать. Не, ну как бы смех и грех. Реально же такая тема. То есть специально делали много для того, чтобы увеличить вероятность выживания. Ну, просто их рода. Это кажется типа зверски, но это реально так. Причем эта Паула родилась, когда ее отцу было уже шестьдесят два года. Всем бы такую потенцию, однако. Еще одной особенностью семьи можно было называть их практически полную нерелигиозность. В церковь ходила только мать. А если все шесть выживут? Ну, тут, кстати, вопрос, на что ты ставил. Но я думаю, этот чел будет рад. Гитлер. А вот Алоиз не любил попов. Наверное. И даже умудрялся получить награду от местных либералов, потому что выступал за отделение школы от церкви. Я не Стинтлер, кстати, я и Стинтлер. Отец Гитлера награду от либералов. Мощно. Чего? В общем, можно сказать, что Адольф рос не особо верующим человеком, что для того... Подожди, то есть Гитлера хвалили либералы? Времени было прям большой редкостью. А, отца его хвалили либералы? Да, я прослушал, просто пиздел с чатом. Особенно среди крестьян и жителей... Я так просто все знаю. ...дельких городов. Ну, то есть, формально Гитлер был католиком, но именно что формально? Вообще... А подожди, на что, все это время музыка играла? ...атмосфера в доме Гитлера была... Или я случайно ее вырубил просто? ...как бы это сказать, Алис Капут. Отец Адольфа часто любил включать режим батя Индахаус и устраивать просто дикий БДСМ. В плохом... Нихуя себе. В смысле слова. Просто процитирую одно из воспоминаний. Старый господин Алоис требовал беспрекословно... Капец, батя у него. ...подчинение. Часто он засовывал два пальца в рот, издавал резкий свист и Адольф, где бы он в тот момент не находился, должен был мчаться к отцу. У меня, кстати, была такая же хуйня, мой отчим просто орал, МАКС! И вот так же теперь, ну, привычка взялась, я теперь Нелю так зову. Или он был еще более, ну, действительный способ, он мне просто отрубал роутер, чтобы спустился. Словно собака какая. Кстати, о собаках. Этих лучших друзей человека Алоис воспитывал еще жестче. Если пес не лаял по команде, то он бил его до тех пор, пока бедный собакин не начинал мочиться от страха. Нет, я так не делал, я так не делал. У меня собаки, наоборот, пиздят, я их боюсь. Поэтому нет, 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 видите, я не похож на него. Все, кто знал семью Гитлеров, в один голос отмечали, что Алоис никогда не говорил жене ни одного теплого собака. Я даже, что вы понимали, даже своих собак побаиваюсь немножко. То есть у меня страх все равно где-то остался в глубине, я все равно боюсь собак. Ну, прям немножко, но боюсь. Более того, он часто унижал и бил ее при детях. И наоборот. В смысле, бил детей при матери. В какой-то момент... У меня в детстве просто дохеря вот этих историй было неприятных, поэтому отсюда вот... В целом-то как бы похуже, но где-то в глубине я прям чувствую, что я побаиваюсь. После очередной ссоры из дома сбежал старший сын Алоиса от предыдущего брака. Ты боишься Хая? Какого Хая? Хая? Вот, кстати, Хая я не боюсь. По-удивлительному. Прям, ну, возможно, капельку. Когда он там бит бесяку, я боюсь, что он там укусит случайно из-за того, что играется. Вот Кнопу я боюсь. Потому что это сломанная собака. Она может просто с нихуя начать кусаться. Типа начать, не знаю, там резко прыгать на тебя, двигаться. При этом она может начать там, не знаю, просто сидеть такая... Ну, просто я думаю, что вы понимали? Минуту назад она сидела у меня на этих... Ну, на животе, когда я смотрел фильм. Все. Прошло время. Иду ссать, она там сидит и просто мчится на меня, нахуй, типа. Вау, вау, вау. И, блядь, дрифтует в другую сторону. Ну, это сломанная собака, ребят. Ну, я, извините, там у него мозг вот такой, типа, это чихохва. Чего вы, блядь, это чихохва, типа, просто вот, ну. То батя спокойно заметил, что фига эта благодарная сволочь от меня хоть что-то теперь получит, кроме причитающихся по закону алиментов. Адольфу в этом плане было попроще. Ну, в том смысле, что когда он родился, бате был уже 51 год. И ему на воспитание детей было положить с прибором. То есть, конечно, он бил и младшего сына, но без той страсти, с которой до этого бил старшего. В основном, Алоис тратил время на хобби, жестко бухал и разводил пчел. А вот мама Гитлера в своем дорогом адике души не чаяла. Поэтому его детство было похоже на контрастный душ. Невероятно жестокий и бессердечный отец и мать, которая готова удовлетворить любой твой каприз. Не, у меня по-другому было немного, поэтому нет, поэтому нет, не похож. Еще вокруг маленького Гитлера было... В смысле, печально, что по-другому? ...очень много политики. Вот, например, когда Адольфу было 10... Он больше знаете, на кого похож? Он говорит, что с ноздрюю такая же проблема, как у меня, кстати. У меня тоже, помните? Но одна ноздря меньше, чем другая, намного. Хорошо, нет, не похожа на меня. Случилась Англобургская война в далекой-далекой Южной Африке. Причем друг против друга там сражались европейцы, англичане и голландские поселенцы. И англичане в той войне творили, ну, в общем, всякое. Достаточно сказать, что именно в той войне впервые появились концлагеря для мирных жителей. У всех, кто не был англичанином, эти события вызывали возмущение. Типа они тоже ходили в концлагеря или чё? У Франции и России, которые вообще-то были тогда союзниками Англии. Чего уж говорить про Австро-Венгрию, противницу Британии. Так что сами можете представить, какое инфопространство было у австрийцев. Соровни свои детские фотки с его. Так я эти детские фотки сейчас где найду? Ну, скиньте мне, я правда, я их просто не найду. Я в ТГ буду сидеть долго лазать или в Инстаграме. Ну, нет, я вообще не похож на него маленьким. Он больше похож, не знаю, там, на условного, ну, Илюха Мазелова похож, например. Ну, реально, прям вот глаза, вытянутое лицо. Ну, вот на Илюха Мазелова похож, на меня нет. У меня такое более широкое. В Африке проклятые англосаксы геноцидят буров, которые голландцы, а значит, почти один народ с нами, немцы. Гитлер потом вспоминал, что их любимой игрой во дворе была игра в буров и что никто из мальчиков не хотел играть. Мы, кстати, знаете, во дворе что сделали? Мы играли, короче, в захват территории. Какая игра была, сейчас я вам расскажу. В общем, тема была какая. Мы брали, вот допустим, это ножик. Брали ножик. Вставали вот так. И делали огромный круг. Зачастую это все происходило на песке, либо на участке, где, по крайней мере, грязевая основа. То есть, ну, где можно хоть что-то порисовать. Мы рисовали круг. И делили территорию. Потом ты должен был этим ножом, по очереди опять же шел ход, кинуть ножик в эту землю. И если он втыкался, получается, острой стороной, поздравляю, именно от этой точки ты можешь себе подрезать территорию. Понимаешь, да, о чем я говорю? Типа себе. Как вы понимаете, я в ней был самый пиздатый. То есть, я зачастую всегда попадал ножом и всегда забирался в часть территории. И то есть, там в конце чувак, чтобы, ну, он может продолжать игру, если может стоять на своей территории. Там на носочке как-то. Но если он уже не может на ней стоять, он вылетает, и ты забираешь остаток его территории. Вот это у нас было очень популярно в детстве, мы обожали эту игру. Она очень интересная на самом деле. За англичан. В Майнкампф есть абзац, где Китлер пишет, что ненависть к англичанам у него появилась даже раньше, чем к евреям. Правда, ненависть ненавистью, но идею концлагерей он с удовольствием взял на вооружение. И, так сказать, творчески доработал. Но это будет потом. А пока маленький Адольф бегает с деревянной палкой вместо винтовки и ненавидит англичан за жестокость. Да и десерт, ты ног проткнул. Не, ну мы же отходили. То есть, ну типа, мы отходили, когда ножа кидался, естественно. То есть, потом люди вставали, мы же настолько уебки. Пяти лет он учился в простой деревенской школе. А в одиннадцать отец отправил его в элитное техническое училище в Линц, в столицу региона. Это реально была крутая школа. Там, например, в одно время с Гитлером учился будущий знаменитый философ Людвиг Витгенштейн. Учебное заведение было платным. И, кстати, тоже учился в платной школе. Ну, до девятого класса учился... А нет, до восьмого учился в обычной, потом перешел в платную. Хорошему небогатая семья Гитлера не могла его себе позволить. Но Адольф попал туда по блату, как сын заслуженного чиновника. И в своем классе он был чуть ли не единственным, кто учился бесплатно. Вместе с Гитлером в училище ходили семнадцать евреев. Двое чехов, один православный боснийский серп. Впрочем, Гитлер потом признавался, что на евреев ему было в целом пофиг лет до пятнадцати. У него был даже приятель еврей. А вот славяне, это совсем другое дело. 1900 год. Газета Линцерф легенде Блеттер. Вечер на центральной площади... Не помню, мне на есть дело мазало его. Они довольно громко говорят по-чешски и ходят туда-сюда сплоченными группами. Этим они хотят доказать, что уже завоевали центр Линца. Чертовы чехи, да что они себе позволяют? Австрия это германская земля. А эти славяне, мать их, понаехали тут. Ты чё, охуел, мразь? На славян, блядь, пиздишь? Ну ничего. Воскресись, я тебя захвачу, тварь. Славяне! Славяне! Пристают к нашим женщинам. Да, блядь, ваших женщин? Ты чё, охуел? Они уже не ваши, они наши. Требуют, чтобы их обслуживали на их тупом языке. Выселить их всех чертям. Видишь славянскую рожу? Сразу бей. Напомню, что на дворе начало двадцатого века. Индустрия. Где могила Гитлера? Я хочу в ножички там поиграть, захватить территорию, ребят, срочно. Реализация, рост промышленности. Славяне из хорватских и чешских деревень массово поехали в австрийские города на заводы. По большей части это были молодые парни без жен и детей. То есть, по сути, такие деревенские гопники. Ну и отношение к ним было сопутствующее. В какой-то момент чехов в Линдсе стало так много, что они стали просить, чтобы чиновники обслуживали их на чешском. По итогу им этого не дали, но разрешили религиозные службы в церкви на родном языке. Не так много, если подумать, но о встрийских националистах взбесило даже это. Короче, национальный конфликт только нарастал. Причем отношение к малообразованным рабочим националисты переносили сразу на весь народ. Включая ученых и писателей. Вот так это типичная херня, так везде происходит на самом-то деле. То есть, люди видят, вообще как появляется вот это, знаете, националистическое движение. Ну, именно основа-основы человека, который, допустим, не сильно в политике. Вот, ну, к примеру, вы русский человек, да, к примеру. Вы всегда такие, да, блядь, много народов, пиздато, бла-бла-бла, вообще похуй, всех люблю. Потом вы начинаете видеть, как начинают просто ущемлять по национальному признаку вас. Вы такие сидите и говорите, ну, я же ничего плохого не сделал. Потом начинаешь, ну, смотришь, смотришь за эту хуйню, и думаешь, да, блядь, ну, просто долбоёбов каких-то. Ну, всё равно все понимают, что есть долбоёбы, и их нет. А потом ты сам встречаешься с этой хуйнёй уже лично. И ты сидишь такой, думаешь, блядь, да нет. Потом ещё раз, такой, да, блядь, и нет. И рано или поздно ты уже в голове такой сидишь, думаешь, блядь, заебали, сука, как же вы меня бесите все. За наших, блядь, вперёд, ебашь. То есть, ну, утрирую, понятное дело, не обязательно, вообще не обязательно, ну, честно, как пример, один из вариантов. Ну, понятное дело, поэтому не душните. Ну, так и появляется. Тупо, если у нас тут какой-то черт. Кажется, банально, нахуй. Ну, то есть, это максимально тупо. Ну, так и происходит у людей. То есть, они смотрят на вот такую хуйню, и начинают обобщать это на всех. Касаются это сами, начинают обобщать на всех. Причём, не специально, это просто на давлении. Да не знаю, на человеческий мозг так работает. Но я думаю, есть умные люди в чате, в комментариях, там, на нарезках. Вы поясните, там, людям, не знающих, которые хотят углубиться в эту тему, они вам получше расскажут, чем я. А я всё-таки быдло в очках, и у меня вообще мир тёплый, нахуй. Чех, мигрант, с двумя классами образования подрался в баре, значит, все чехи такие. И когда в Линц приехал знаменитый скрипач Ян Кубелик, то националисты сорвали его концерт. Подросток Гитлер тоже не оставался в стороне и регулярно участвовал в драках со славянами. Вообще, он уже тогда начал топить за идеей, что надо всех этих понаехавших собрать вместе и выслать куда-нибудь подальше. Его одноклассник вспоминал, что однажды пришёл в школу, и перед входом в класс увидел Адольфа, который чисто по внешним признакам пытался разделить учеников на арийцев и не арийцев. То есть... Так, это не связано с тем, когда я разделяю олдов и новичков, что олды должны обучать новичков. Это, нахуй, не смейте сравнять, сравнивать. Не смейте. Это другое. То есть, давайте просуммируем. В какой политической обстановке рос Гитлер? Первое. Главный внешний враг — это Англия, которая спит и видит, как бы навредить великому германскому народу. Второе. Главный внутренний враг — славяне. Причём славяне эти были точно такими же гражданами Австро-Венгрии, как и сам Гитлер. Но это не мешало ему считать их гастарбайтерами в своей же стране. Но это ещё не всё. Давайте вспомним, что всё это время я говорил про Австрию. Гитлер родился в Австрии, учился в Австрии, но потом каким-то образом стал руководителем Германии. Как так получилось? Корни этого тоже лежат в детстве фюрера. Его родная Австро-Венгрия была в довольно странном положении. С одной стороны, она входила в политический и военный союз с Германией, а с другой старалась от этой Германии всячески отдалиться. Почему? Потому что австрийские националисты как бы не были австрийскими националистами. Они были немецкими националистами. То есть считали, что австрийцы и немцы — это единый неделимый народ. Согласитесь, что власти Австро-Венгрии оказались в довольно трудном положении, когда часть населения твоей страны считает себя патриотом соседней страны. Это как если бы, ну, не знаю, существовали бы какие-нибудь бельгийские националисты, которые топили бы за то, что Бельгия — это не настоящая страна, и что ей надо немедленно воссоединиться с братской Францией. Я вообще, кстати, сегодня с утра проснулся и понял, что я за Македонскую империю. Все, типа, я отныне позиционирую себя как македонец. Все, если что, если кому интересно, я македонец. Вот примерно то же самое происходило тогда с Австро-Венгрией. Националисты с раздражением и сарказмом смотрели на попытки власти построить какую-то свою австрийскую идентичность. Открыто выступали за слияние с Германией и утверждали, что Австрия — это фейковое государство. То есть... Австрия — фейковое государство. Его не существует, ребят, на самом деле это Германия, это фейк. Границы, границы придумали, сука, мрази. Ее не существует, просто заходите и живите, там, говорите на немецком. Суйте куда хотите немецкую колбаску, ребята. Австрия — это фейк, ее нет. Националисты здесь — это не опора режима. Наоборот. Это оппозиция и опасные экстремисты. И вот Гитлер еще со школы был таким вот оппозиционером. Эту идею в голову юному Адику заложил учитель Леопольд Пёдж. Пуджи, блядь. Ой, блядь. А это, кстати, нихуя не смешно, знаете почему? Сука! Зато у меня ножик есть. И не один, смотрите. Вот ножик, вот ножик, вот ножик. Три ножа. ...предподавал географию. А у Гитлера есть ножи? А? А я могу вообще на любой карт их использовать. Я люблю ножи. И историю. Он реально был любимым преподавателем Гитлера. Тот радостно носил за ним карты, помогал устанавливать проектор на уроках. И вообще чуть ли не в рот ему смотрел. Гарри Леопольд был не только учителем, но и депутатом городского совета. Поэтому свои политические идеи продвигал не только на собраниях совета, но и прямо в школе. А идеи там были в целом просты. Немцы — самые лучшие люди на планете. А все остальные им завидуют. Причем Петч эту шизу умудрялся использовать... Так стоп, то же самое же сделает наше правительство. Да и любое другое правительство, кстати говоря. ...как педагогический прием. Если пацаны в классе шумели, он им говорил, вы чего? То есть получается, любое правительство, любой президент — это Гитлер? Вы же немцы, высшая раса. Ведите себя достойно. И это работало. Историю Петч тоже преподавал своеобразно. Вместо истории Австрии, львиную часть времени он посвящал истории Германии, о которой рассказывал с нескрываемым восхищением. А еще он организовал при школе клуб немецкой культуры. В общем, понятно, от кого Адик нахватался идей о своем расовом превосходстве. Но прикол в том, что сам Леопольд Петч при этом считал себя патриотом Австрии. И когда через много-много лет Гитлер встал во главе Германии и присоединил к себе Австрию, то Петч дал интервью в духе «Знаете, я вообще-то Гитлера учил не этому». После чего фюрер отобрал у старого учителя все награды. Но хоть в лагерь не посадил. И на тон спасибо. Были у Гитлера и другие преподаватели. Например, учитель закона божьего — Шварц. Его Адольф дико ненавидел. Во-первых, потому что сам он не был особо верующим и терпеть не мог тратить время на изучение какой-то фигни. А во-вторых, Шварц был монархистом и открыто поддерживал Австро-Венгрию. На уроках он говорил что-то вроде «Вы прежде всего подданные императора, поэтому все немецкое должно в вас умереть». Класс Гитлера должен был участвовать в торжественной встрече императора Франца Иосифа, когда тот проезжал через Линз. И Шварц бегал между учениками и следил, что при приближении его величества все кричали только традиционное австрийское приветствие — «Хох». Это что-то типа «Слава». И чтобы ни одна сволочь, пангерманская, не вздумала вдруг крикнуть «Хайль», как кричали кайзеру Германии. Гитлер писал, что он оказался самым смелым и так и крикнул «Хайль», за что получил от учителя леща. «Хайль?» Блядь, вот же совпадение-то. Впрочем, такое веселое детство в качестве ученика элитного училища продолжалось для Гитлера недолго. Вот что писал про него один из учителей. По Адольфу определенно были способности. Хотя и несколько односторонние. Но он не умел контролировать себя, и его считали строптивым, упрямым, нетерпящим возражений, вспыльчивым. Ему было трудно привыкнуть к школьным порядкам. Блядь! Представьте, как долго они собирали этот пазл, чтобы его так быстро разъебать. На втором курсе Гитлер получил итоговые двойки по математике и биологии. А у меня математика была хорошая, кстати. И остался на второй год. Не помогло. Оценки стали еще хуже. Я не оставался никогда на второй год. Так что в 13 лет Адика выкинули из реального училища. Тогда мама подсуетилась и смогла пристроить любимого сына в училище города Штайр. Не такое крутое, как в Линдсе, но тоже ничего. Правда, там Адольф тоже долго не задержался. Получил двойки сразу по трем предметам. Включая немецкий. Что, общайтесь, если будет, это норма. Нихуя не норма, они конченые долбоебы, потому что... ... немецкий язык. И снова оказался на улице. По их провалах Гитлер будет обвинять учителя немецкого. Мол, это он, зараза такая. Не смог привить ему любовь к учебе. Этот идиот, профессор, внушил мне отвращение к немецкому языку. Этот дилетант, этот коротышка. Я больше никогда не смогу правильно написать ни одного письма. Только представьте, этот дурак поставил мне двойку, и мне никогда не стать техником. После фиаско с получением хорошего образования отец Гитлера... То есть он был безграмотный? ...сделать сына чиновником на таможне, как и он сам. Адольф пришел к отцу на работу, посмотрел, и что-то как-то не впечатлился. Мрачность... Ха-ха, пиздец, у Гитлера были все виноваты, кроме него. Ну да, типа... Так. ...старики в униформе, которые перебирают бумажки, вряд ли могли вызвать у подростка хоть что-то, кроме зевота. После этой экскурсии Гитлер четко заявил бате, что таможенником быть не хочет, за что снова получил по шапке, но решение не поменял. Отец окончательно потерял интерес к Адольфу, а в 1903 году помер. Прямо за столом в своем любимом трактире. И для семьи это было неприятно. Нет, ну, то есть, конечно, Алоиз Гитлер был тем еще засранцем, и без него жена и дети могли бы вздохнуть спокойно. Ну а кто будет эти деньги домой приносить? Я. Я напомню, это начало 20 века. Женщине без мужа не так просто найти работу. Все деньги, которые у нее были, это жалкие 200 кроны в месяц. В качестве пенсии, как вдове чиновника. Такая сумма не могла покрыть никаких расходов. Даже самых минимальных. Поэтому Клара продала дом, вложила деньги в банк, а сама переехала на небольшую съемную квартиру. Плюс в качестве заработка она стала давать платные обеды для соседей. Но этого все равно не хватало. Ну а что касается Гитлера, в этот самый момент, пока его мать пыталась крутиться изо всех сил, чтобы найти хоть какие-то деньги, он сидел дома и плевал в потолок. И кто-то тоже плевал. А почему еще спрашивается? И нет. Представьте, вам 15. Нелюбимый батя дал дуба. Больше никто вас не бьет и не требует готовиться к взрослой жизни. А потом последнюю копейку дает вам на карманные расходы. Но золотое же время. Наконец-то. Абсолютная свобода. Чего еще желать? Я помню, в смысле я так же съебался, охеренно было. Вот Гитлер и наслаждался свободной жизнью. На мамины деньги вошел себе костюм по последней моде. Купил хитерский цилиндр, ходил по театру. Нет, цилиндром никогда не было. И музеи. Потом он будет хвастать, что в 15-16 лет посетил все места с табличками 18+, и которые не были борделями. В смысле, Гитлер побывал на выставках, которые не предназначались для детей, типа Кунсткамера. Правда, интересно... О, я был в Кунсткамере. ...совало его не только высокое... Причем где-то лет как раз в 15-14, что-то такое. ...искусство. С таким же удовольствием Адольф побывал и на знаменитом ковбойском шоу Буффало Билла. Но все же его главным увлечением оставалась опера. Он фанател от Шуберта и Вагнера. Знал всех оперных певцов из местных театров. Бывал на... Не, мне Вагнер не нравился никогда. Типа, вообще такое себе. Мне... Ай. В смысле, на сука? ...одних и тех же представлений... ...нравилось. Вагнер охуенный. Нравился, пиздец. ...пех по несколько раз. С этим, кстати, связан неловкий случай, когда уже после присоединения Австрии к Германии в Линц приехали официальные нацистские... Тут, можно сказать, нравится, на всякий случай. Типа, опасно. ...сторики. Чтоб собрать материалы... Чтобы не подумали о ней так. Выяснилось, что большинство кумиров молодости Гитлера были евреями. Адольф Гитлер родился в Бранаунаине 20 апреля 1889 года. Я так же рисовал, кстати. ...сторонность немец. Прям очень плохо. Я причем деревья точно так же, как он рисовал. Вот так, типа, вверх-вниз и палочками. ...сильно. Только к 17 годам Гитлер наконец-то понял, чем хочет заниматься в жизни. Он решил стать художником. Но на самом деле это не удивительное желание, учитывая, что юный Адольфу... Не, я рисовал всегда плохо. Прям очень плохо. Вот как сейчас Гитлер показал, вот прям так же я рисовал. ...на образ жизни. И вот теперь надо было закрепить этот статус официальным образованием Академии художеств в Вене. Гитлер и правда к тому времени научился неплохо рисовать, но в основном пейзажи. Люди у него получались хреново. Но в любом случае, какой-никакой талант... Чел, подвинься, пожалуйста, реальный кран сагараживаешь, мешаешь смотреть, брат. ...был. И вот он собрал чемодан и отправился в столицу. Правда, перед этим надо было еще успеть попрощаться с любимым. Подожди, Гейл, с какой еще любим? Мы же ничего о ней не знаем. Но ничего страшного. Она тоже ничего об этом не знала. В смысле, Гитлер влюбился в белокурую красавицу Штефани Рабетш. И за все время ни разу с ней не заговорил. Он просто сталкерил за ней по городским паркам. Не, я такой херней никогда не занимал. В своей голове он успел построить образ их счастливой совместной жизни. Но как-то не подумал предупредить об этом саму девушку. И только сейчас, перед своим отъездом, решил написать ей письмо. Причем, в таком стиле, будто у них отношения уже не один год. Там Гитлер рассказал, что отправляется учиться на художника. А Штефани должна все это время его ждать. Потому что, когда он вернется, она не обязательно поженится. Ля, какой-то Гитлер прям, знаете, у него этот маленький ребенок капризный, сука, внутри. Девушка была в шоке. Короче, 1906 год. Наш герой-любовник садится в... Я ходил на фильм Нюнберг и там сказали, что Гитлер имел нетрадиционные сексуальные предпочтения. Понял. На поезд и прибывает в столицу империи Вену. Там он с трудом снимает квартиру. 8 квартир в подъезде. А я думал, Нюнберг оценивает только треки Мазелова, типа, блядь. Оказывается, это еще фильм какой-то. Один кран на всех, откуда нужно самостоятельно таскать воду в ведре. Туалет один на этаж. Клопы. Помыться? Иди в баню через дорогу. Кажется, что какая-то жуть, но по меркам начала 20 века условия были неплохими. Во всяком случае, за свои деньги ничего лучше Гитлер найти бы не смог. И не пытался. Мыслями он уже был студентом Я ходил на фильм Операция Валькирия. Там говорилось о том, что у Гитлера был внук по имени Макс Шабанов. Нихуя себе. На какие вы еще фильмы ходили? Я ходил на Шрека и видел тебя типа в болоте с Гитлером, да? Ну да, давайте, давайте нахуй. Самый престижный художественный академий империй. Не может же он провалить экзамен. Тем более, что перед этим еще брал уроки у репетитора. И сначала все действительно было неплохо. Гитлер успешно сдал теорию. Его портфолио прошло отбор. Если что, уже на этом этапе отвалились 30% абитуриентов. И вот оставался последний экзамен по рисунку. Задание было нарисовать 8 набросков на одну из предложенных тем типа весна, изгнание из рая, смерть, дождь. На все про все давали 12 часов. И для Гитлера это стало оглушительным провалом. Он получил самую низкую оценку. Почему? Приемная комиссия завернула все его работы. Сбешенный Адольф выбежал из академии со словами «Эти профессора ненастоящие художники. Они не смогли бы добиться успеха в общей борьбе». Кстати, среди этих ненастоящих художников был Густав Климт. Один из самых известных модернистов. Если что, вот это Густав Климт. Да, этот мужик принимал экзамен у Гитлера и посчитал его рисунки херней. Так что можно сказать косвенно он виноват в том, что Гитлер стал не художником. Бля, все из-за этого Глинта сраного. Блядь, сраный Глинт, все из-за тебя. А он мне никогда не нравился. А в третьем рейхе картины Климта будут считаться дегенеративным искусством. Короче, все вокруг пидо***й. А я, дебилунг, типичный Гитлер. После провала на экзаменах Адольфу не оставалось ничего, кроме поджав пост вернуться домой в Линц. Но снова сесть на шею матери у него не получилось. По банальной причине мать заболела всего через пару месяцев после возвращения сына. В новый 1908 год Гитлер вступал в не самом хорошем настроении. Ему уже 18, но ни работы, ни учебы, ни денег нет. В наследство ему осталось 1000 крон, то есть, если очень экономить, хватило бы примерно на год. 1000 крон на год? Ну, кстати, как будто это дохуя, если все-таки найти себе место, где можно учиться. Плюс, у чувака-то была какая-то база, поэтому, почему нет, не рискнуть куда-то пройти? Но что делает Гитлер? Начинает сушить сухари и переходит на бомжпаке? Нет. Он снова едет в Вену. В его голове родился новый амбициозный план стать помощником по декорациям своей любимой венской опере. Помните, что Гитлер просто обожал оперу? У него было даже заготовлено ни хрена себе. Знакомая написала ему рекомендательное письмо главного... А как он вообще дошел до фюрерства? потому что пока по биографии у него все так, ну, максимально по-творчески все выглядит. Что он такая личность с тонкой хрупкой душевной организацией и вообще весь из себя такой Как он стал фюрером, который стоит и говорит Бля, ебашься, сука Мудикаратору оперы Альфреду Роллеру Типа, вот есть такой талантливый парень Хотел поступить в Академию художеств Но опоздал к подаче документов Возьмите его в ученики То есть в письме скромно умалчивали о том, что Гитлер провалил экзамен Но не суть Куда важнее то, что Гитлер этим письмом не воспользовался Это вообще было в его духе Строить воздушные замки у себя в голове Но сдаваться, когда дело доходило до реальности Потому что, представьте себе, у него не хватало смелости Вспомнить хоть историю с его возлюбленным За которой он тупо следил несколько месяцев и ничего не делал Так как он тогда стал фюрером, сука В общем, странненький, криповый тип Он реально, он просто криповенький такой Ну типа, это что за пиздец Так вот, в Вене Гитлер реально пришел в оперу к профессору Роллеру Но когда тот спросил, почему, собственно говоря, от него хочет То замялся, покраснел Промямлил какую-то ерунду А потом смял рекомендательное письмо и убежал Сука, Гитлер зябл Он сказал, что в этот самый момент Гитлер просрал свою карьеру художника Потом он еще раз попробовал поступить в академию Но теперь его даже не допустили к экзамену Полный ахтунг Он был даже бомжом! Осень 1909 года Вена Ночлежка Майдлинг в бедном квартале Была местом, куда приходили самые отчаявшиеся Тут можно было помыться, получить тарелку бесплатного супа и переночевать Условие было только одно На рассвете ты должен уйти и уступить место Вот почему он такой злой был? Чувак реально просто был на днище А его все ненавидели, он всех боялся У него было отвратительное воспитание и получился Гитлер Другому бедняку Но Райнхольд Ханиш тут чувствовал себя вполне комфортно И это неудивительно Ханиш уже много лет жил на улице Никто не знал ни его настоящего имени Ни даты рождения, ни происхождения Обычно Ханиш говорил, что он из богемии Сейчас ему было где-то около 30 Он работал кем придется От лакея и актера Не, ну вот честно, если бы я, допустим, переместился бы в прошлое И встретил бы Гитлера именно вот где-то на этом этапе жизни Мне было бы его супер жалко Вот правда, то есть я, ну, зная, допустим, какую-то его определенную биографию Я, конечно, понимал, что он ку-ку-ку-ку, бла-бла-бла Но, наверное, если бы я увидел вот тогда Мне было бы его жалко До строительного рабочего Он научился жить в ночлежке постоянно В обход очереди И вот сейчас Ханиш сидел на нарах И с удовольствием оплетал бесплатный хлеб Тут раздался звон колокола Значит, прибыл новенький Пацан лет 20 Он не выглядел как бомж Скорее, как внезапно опустившийся студент На нем еще был костюм Когда-то модный А сейчас Насквозь мокрый, грязный и потерявший цвет Новенький выглядел усталым, голодным И смертельно испуганным Этим студентом был Адольф Гитлер Итак, Гитлер в столице империи Деньги у него кончаются Перспектив никаких Чем же он занят? Поначалу он продолжал изображать нормальную жизнь Ходил в оперу Даже платил членские взносы А зачем? А, потому что он любил ее А когда деньги реально кончились Я имею в виду про то, когда у него деньги заканчиваются Как будто зачем? Кто взял в долг у родственников И тоже потратил на всякую фигню К этому его периоду жизни То есть у него не было никакой финансовой грамотности? Блять, как он, сука, стал тем, кем он стал? Это же, ну, просто биография какого-то, ну, не знаю Ну, нарика, сука, скатившегося Относится старая байка Мол, заветные кроны он тратил не только на духовную пищу Но и на дешевые бордели И, в конце концов, такими приключениями заработал себе сифилис От которого страдал до конца У него даже сифилис был Идти по этим сифилисам Объясняются его беды с башкой Да, конечно, сука, у человека сифилис, сука В итоге погрузили в хаос весь мир С одной стороны, ничего такого в этой версии нет Бордели в Австрии были легальными И почему бы молодому человеку В самом расцвете сил туда не сходить? Но в реальности у нас нет ни одного доказанного случая Связи Гитлера Хоть с кем-то до Евы Браун Ни Романов, ни Флирта, ни проституток Но есть сифилис Откуда он появился, хуй знает С очень высокой долей вероятности Гитлер очень долго не знал, так сказать, радостей плотской любви А байка про бордели и сифилис пошла из одной книги Которая вышла в свет только в 1947 году Ее написал якобы старый знакомый Гитлера Но нет никаких доказательств ни бурной молодости Гитлера Не даже того, что автор книги был с ним знаком Больше похоже на желание срубить легких денег На хайповые истории Так сифилис был или нет, я не понимаю! В реальности в это время Адольф Мотался с одной дешевой квартиры на другую И с последней сбежал, не заплатив И только после этого Байка эта, но она смешная, пусть будет правдой И летний Лоб задумался о поиске работы Фееричный просто чел Казалось бы, а на что ты надеялся? Что все как-то само собой рассосется И деньги появятся из воздуха? Как у инфо-цыган На это Гитлер отвечал так Я искал работу, только чтобы не умереть с голоду Чтобы сохранить возможность заниматься, пусть и медленно, своим образованием То есть он пытался сделать хорошую мину при плохой игре Типа, не просто так транжирил последний А занимался самообразованием И я хожу по борделям Ну опять байка, но все равно, представим, что это правда Я хожу по борделям для самообразования Чтобы это в будущем мне помогло Я в оперы хожу для самообразования Чтобы в будущем я мог, ну не знаю, сказать, что видел вот эту оперу Кстати, про... Господи, прости Образование будущего фюрера Я еще расскажу Посмеемся А пока официальная биография Гитлера рассказывала, что в 20 лет Наш героический вождь работал на стройке В какой-то момент у него потребовали вступить в коммунистический профсоюз Но он отказался И злобные коммуняки его выгнали Все это, скорее всего, не более чем пропагандистский миф Нет никаких пруфов, что Гитлер работал строителем В реальности он, кажется, вообще не понимал, что делать А просто жил, как придется Нет квартиры? Ну буду ночевать за столиком в кофейне Закончились деньги даже на кофе? Ну буду спать на скамейке в парке Из парков его, кстати, регулярно прогоняли полицейские То есть Гитлер буквально вел себя как инфантильный подросток Который вдруг оказался во взрослом непонятном мире Где нужно самому о себе заботиться К моменту, когда Гитлер оказался... Блять, неужели он реально поднялся только из-за того, что попал в рандомную партию? Это же бред! Это полный бред! На пороге ночлежки он уже несколько дней ничего не ел И тут ему наконец-то повезло Шо? Он познакомился с бомжом Райнхальдом Ханишем Который пожалел парня, взял его под крыло И начал учить его выживанию в условиях городских джунглей Ханиш научил Гитлера одной мудрости Если знать, где искать, то работу можно найти всегда Если ты не брезгливый и сильный Ауф! И с этим у вождя... Это факт! Гитлер оказался на редкость... Кхм... ...неприспособленным к тому, что... Выживал его по-немецки интересно, у него была струна пила Что-то делать руками Ну кроме того, как кидать зигу Короче, Гитлер хотел пойти в землекопы Потому что он узнал, что там нормально платят Но Ханиш его остановил одной простой фразой Ты там сдохнешь Вероятно, это было правдой Ведь до этого Адольф никогда Никаким физическим трудом не занимался Поэтому он начал работать где попроще Носил чемоданы за пассажирами на вокзалах, например А зимой пошел убирать снег Но так как у него не было теплого пальто То одного раза хватило Чтоб он замес Блядь, зимой убирать снег, это вообще жесть Я помню, часто убирал, бесило, жутко Не помер Так продолжалось до тех пор, пока Гитлер случайно не брякнул Что он вообще-то художник Услышал это Ханиш вскочил и воскликнул Что ж ты раньше-то молчал? И рассказал удивленному Адольфу, что Рисованием можно зарабатывать гораздо больше, чем Тасканием чемоданов Была только одна проблема Гитлер-то себя считал настоящим художником Человеком большого искусства Которому западло продавать простые пейзажи на улице За несколько И что он начал делать? В итоге договорили, что Гитлер будет рисовать, а Ханиш продавать А деньги пополам Это, кстати, охренительно Потому что ты даже не видишь покупателей Ты просто рисуешь Тебе постоянно забирают эти картины И дают сразу денежки Ну, как будто сидишь в суперзоне комфортно Даже не ебешься вот с этой темой продавания Ну, как будто имба, как будто имба Подожди, вообще, получается, Гитлер сел на фриланс Ну, получается, да Потому что он просто рисовал К нему приходили за картиной Он рисовал, и ему давали деньги Получается, Гитлер сел на фрилансе Стали богачами, но денег стало хватать Гитлер даже смог снять угол в общаге Что уже было большим прогрессом Забавно, что сохранились данные О многих покупателях картин Гитлера Догадайтесь, кем было большинство из них? Правильно Блять, в общаге То есть, получается, где-то в общаге Есть прям табличка Здесь спал Гитлер Ну, в какой-то Я уверен, что это здание До сих пор не разрушили Наверное, отреконструировали И, скорее всего, там сейчас Ну, просто реально надпись Здесь спал Гитлер Евреями А еще почти все приятели Гитлера По общежитию Тоже были евреями Ханиш потом вспоминал Что никакого особенного антисемитизма За Адольфом тогда не замечали Вот, кстати, картины Гитлера История с продажей Кстати, он неплохо рисует Картин Вот эта крутая Мне нравится Закончилась довольно быстро Как и дружба с Ханишем А это как будто из Сворд Арт Онлайна, кстати Кадр Блять, стоп, это реально кадр из Сворд Арт Онлайна Стоп, вот представьте Вот это здание Оно... Его нет Это реально он Гитлер нашел другого продавца А Ханиша Обвинил в воровстве Из-за чего того даже арестовали Доказательств не нашли Но все равно посадили в тюрьму На 7 дней За то, что он жил в Вене Под ненастоящим именем Ханиш потом отомстит Гитлеру И пошлет в полицию Себя не похвалишь? Да я, блять, сука, это не я! Анонимную жалобу На то, что Гитлер Незаконно называет себя Академическим художником Прямо разборки Двух базарных бабок Осуждая на ходил боев Осуждая на ходил боев Гитлер не хотел именно В австрийскую армию Потому что в целом Презирал эту страну Ведь она якобы не давала Раскрыть ему Я в любую армию не хочу Свои способности Здесь только и знают Что душить таланты Зависти и бюрократизма Стоит появиться новому таланту Как австрийская административная плесень Тут же его Задушит Одаренному человеку в Австрии Чинят препятствия Вгоняют в нуж... Ни хрена Это что только носки сняли? Жду Под одаренным человеком Гитлер конечно же Имел ввиду Себя любимого Поэтому в 1913 году Он решает променять Нелюбимую родную Австрию На обожаемую Германию Тем более Он как раз получил Небольшое наследство Которое он почти Все целиком потратил На приведение себя в порядок Ну там Помыться Подстричься Купить новую одежду В итоге из Вены уезжал Не... Знаете кто еще так делал? А... Ну блять да Вот первый раз Эта шутка как будто вообще не к месту Полу... То есть это даже не шутка Уж в старом рванье А одетый по последней моде Сын чиновника Гитлер приехал в Мюнхен Но не знаю на что он рассчитывал Если честно Если он в Австрии Не приобрел никаких полезных навыков То с чего вдруг В Германии У него должна была начаться Какая-то другая жизнь Там история В общем-то повторилась В смысле Деньги закончились Нормальной работы Он не нашел И снова стал рисовать картины И вывески На заказ Противник рабочих Даже Гитлер ненавидел работяг Ты же музыкант верно Я знаю очень интересную компанию Которая тоже зовется музыкантами Можешь войдешь Так нет Ха-ха смотри Человек несли огромный Во всю ширину улицы Транспарант С единственным словом Голод А дальше А не смешно тогда Реяли красные флаги Крики становились все громче Вздымались кулаки Первые ряды демонстрантов Уже подошли к парламенту И пошли на штурм Конные полиции Они прям так шли? Сыске выхватили сабли И начали рубить митингующих В ответ полетели камни Начался бой Но в конце концов Протестующих разогнали Кто руководит Этими несчастными? А то и в Гитлер Все не те Кто сам испытал беды Маленького человека А честолюбивые Рвущиеся к власти Далекие от народа Политики Которые обогащаются За счет несчастья и масс Важный факт Адик не любил рабочих И особенно левые рабочие движения Он их ненавидел И презирал ненавистью Ученика элитной гимназии К гопникам с район Даже когда Гитлер сам оказался За чертой бедности То все равно не проникся Печальной судьбой рабочих Скорее наоборот Он их еще больше возненавидел Что если подумать Логично Ну вообще нихуя Я что-то не могу представить Почему он еще больше их возненавидел Ведь Гитлер прожил несколько лет В окружении Не просто пролетариата А прям бомжей И полубомжей То есть Самых-самых Бодланов и алканавтов Гитлер Ааааа Он такой типа Ну они быдло Поэтому я их ненавижу Потому что я увидел Их еще ближе Да нет Как будто нет Как будто нет Он наоборот должен понять Увидеть всю ситуацию Из-за чего они такими стали И наоборот сказать Блядь Это видимо ситуация в стране херовая Да блядь У Гитлера в целом Какое-то извращенное было Понимание мира Прям максимально Поэтому я не удивлен, что он именно возненавидел их. Я бы, допустим, наоборот, увидев такую херню, я бы, наверное, сказал, типа, блядь, ну я понимаю, почему, бла-бла-бла. Ну, то есть, он сам, типа, гебанутый просто. Считал, что рабочие — это апатичная масса, что их интересует только еда, бухло и женщин. При этом революция в стране, конечно же, нужна. Вот только устроят ее продвинутые студенты, а не эти гоблины. Мирослав Пинкман, вы бы нынешнюю историю изучали, а не вторую. Да, то есть, ты хорошо знаешь историю. Ладно, что произошло в 2008 году? Ну, давай, что произошло в 2008 году? Давай, проверим. Нихуя ты не знаешь, а мне тогда исполнилось 13 лет. И как ты знаешь, нахуй, современную историю? А, блядь, это скоро будут в учебниках учить. А ты такую базу не знаешь, блядь. Так что не мешай людям учить то, что происходило в Второй мировой. Особенно тем, кто играет в хойку. А марксистских активистов Гитлер прям готов был мочить. Был случай, когда в его общагу пришел рабочий с красной гвоздикой на лацкане пиджака. Так Гитлер набросился на него с кулаками и выгнал. Но при этом он презирал и социал-демократическую партию Австрии. Несмотря на то, что она-то как раз состояла из интеллигентов и интеллектуалов. Их Гитлер обвинил в том, что эти очкастые заморуши что-то там смеют говорить о правах рабочих. Хотя сами даже гаечного ключа в руках не держали. Короче, Гитлер ненавидел буквально все политические силы. Как бы подразумевая, что вот он один такой умный и красивый. Знает жизнь простого человека и знает, как нам обустроить Австро-Венгрию. В общем, вы поняли. Гитлер не просто ведет богемный образ жизни. Не просто рисует всякую херню в ночлежках для бомжей. Но и активно интересуется политикой. Адольф неоднократно бывает на заседаниях парламента, которые тогда были открытыми. Кстати, реально, у Гитлера есть такая херня с синдромом восьмиклассника. Это прям факт. То есть, честно говоря, вот если перевести какого-нибудь персонажа из ИСК и аниме, которые там, не знаю, ходят такой, бля, я крутой, я неповторимый, бла-бла-бла. Вот этот, помни, сейчас выходит анимешка? Да еще, на самом деле, в начале этого года. Превосходство в тени, или как так называется. Вот правда, поставив туда место главного героя Гитлера, одна и та же хуйня будет. Ну, если честно. Но продавались билеты. Читают всякую политическую и философскую литературу. Впрочем, стоп. Давайте не поддаваться на нацистскую пропаганду и не повторять бред из официальной биографии фюрера. Сам Гитлер любил изображать из себя крутого такого эрудита, который прочитал чуть ли не всю мировую литературу и философию от Гомера до Канта. Но был один нюанс. Его бомж-приятель Ханиш вспоминал, что Гитлер в общаге любил порассуждать, скажем, о Шопенгауэре. Прям круто, интересно. Все сидели и слушали, раскрыв рты, пока в компании не появлялся тот, кто реально читал Шопенгауэр. Конец такой беседы всегда был простой. Гитлер очень быстро ловили на незнании темы. Так это что же получается? Великий фюрер нихрена не читал? Ну, и да, и нет. Секрет тут был прост. Гитлер все-таки читал Канта, Ницше и другие философы. Чисто я на литературе. Но в пересказе у него практически никогда не было при себе книг, потому что они стоили в город. Зато в Австрии был такой просветительский проект под названием... Так, щас, сука. Это нельзя сравнивать с моими уроками литературы. Так, это несравнимо. Я, между прочим, в отличие от Гитлера, иногда полностью читал. Так что не надо. То есть были произведения, которые я читал полностью. Народная библиотека. Очень дешевые и тонкие книжки с пересказами основных политических, философских и научных трудных для чайников. Вот это я не читал. Они слишком толстые. Кошуры попадали к Гитлеру вообще бесплатно. Их завозили в рабочее общежитие, раздавали в кофейнях, чтобы простой народ хоть так узнавал, чего там эти высоколубые чуваки в очках думают. А еще каждому были доступны политические... Это, знаете, вот, короче, есть «Война и мир» Толстого, и ты читаешь ее... Ну, короче, ищешь краткое содержание к «Войны и мира», и там как будто на отдельную книгу. Поняли? И ты ищешь краткое содержание, краткого содержания «Войны и мира», чтобы быстрее вникнуть в тему. ... журналы. Гитлер, например, читал издание «Остера», где было много рассуждений про то, что немцы — это высшая раса, а евреи — паразиты. В общем, Гитлер был как те чуваки, которые смотрят видосы на Ютубе, а потом считают себя дофига политологами. Да, их дохуя, я помню, сидит, короче, такой чел, говорит, ты развиваешься, книги читаешь, говорит, ну вообще я читаю, да, да, я развиваюсь, я смотрю Топлиса, да, 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 поэтому, ну, конечно, конечно, я не сбываю про себя. Бля, типа... Среди того, что читал Гитлер, был, например, Макс Нардау со своей теорией о вырождении. Нардау весьма своеобразно трактовал теорию Дарвина. В духе «Зачем тебе умные книжки, если ты в лесу не сможешь добыть огонь с помощью...» Кстати, я поиграл бы Дон Слим. «Короче, чтобы нация могла выжить в окружающей среде, нужно развивать у людей самые простые качества, типа физподготовки. А всякая там современная культура, авангардное искусство...» Вот твое мнение никогда не буду принимать, да и правильно на самом-то деле. То есть я не считаю свое мнение именно таким, которое нужно брать всем людям. Просто потому, что оно у меня зачастую очень, ну, скажем так, пропитанное вот этим юношеским максимализмом. Ну, блядь, сори, я иногда реально вижу так мир. Я его не навязываю, но проблема есть в том, что я его так вижу. Правда. Поэтому я наоборот говорю, что нет, ребята, меня вы можете выслушать нахуй. Но слушать — это уже другое дело. И тяга к любым наслаждениям — это прямой путь к деградации и вымиранию. Благодаря другому журналу Гитлер познакомился с изотеорией Гвидо фон Листа. Про то, что немцы — это прямые потомки арийцев из Гипербореи. И что арийцы — это высшая раса... Я вообще, да, я говорю, я вижу мир в желтом цвете. То есть ко мне вообще какие вопросы могут быть? ...которая должна править всеми остальными. А еще беречь чистоту арийской крови и не допускать браков с другими народами. Если что, в Европе тогда расовые теории были распространены во всех странах. Многие под влиянием Дарвина пытались расставить народы по эволюционной схеме. Но даже на этом фоне байки про арийцев с Гипербореей звучали как бред сумасшедшего. Кстати, если вы хоть когда-то смотрели или читали эзотериков, то 100% слышали про эру водолея. Типа, развитие Земли идет... Сука, опять все из-за водолея в странах. ...эволюционным путем, а путем катастроф. Ну и что вы хотите, это водолея. Водолея вообще ебнутые все. Были когда-то динозавры, потом прилетел метеорит. Ну, водолея! Типичные водолея! Спасибо за рейд. Ну, водолея, бывает! Водолея! Водолея! Немецкий специалист по холодильникам. Его последователи каким-то магическим образом подсчитали, что смена эпох на Земле происходит каждые 2100 лет. И что сейчас у нас эра рыб. Страшное время торжества капитализма. Ой, а я родился в год свиньи. Или это не связано? Ну, я, короче, в год свиньи родился. Либерализма и западных стран. Но в 1950 году наступит благословенная эра Водолея, когда начнется прекрасный новый мировой... Гитлер все это читал, усваивал, а потом легко перенес на себя. Типа, он и есть тот самый новый мировой порядок, с которым стартанет путь в лучший мир. Это я просто накидал несколько примеров того, из какой фигни состояла каша в голове будущего фюрера. Конспирологические журналы, книжки по философии для чайников, псевдонаучные теории. Блять, можешь подвинуться, реально нихуя не видно, там Гитлера показывают. И все это накладывалось на не менее долбанутую реальность. Австро-Венгрия была, прямо скажем, специфической страной. Немцев там было что-то около третье. Остальное население составляли чехи, словаки, поляки, венгры, хорваты, украинцы и еще десяток разных народов. То есть... У империи не было одного государственного языка. Даже на деньгах надписи дублировали на восьми языках, включая идиш. В армии каждый полк тоже говорил на своем языке, что крайне затрудняло управление. А парламент был, так сказать, страной в миниатюре. Там постоянно творился какой-то балаган. Не, ну должен быть один официальный язык, который, ну... Потому что когда в армии, сука, все общаются на разных языках, это как будто пиздец полный. Вообще, мне кажется, честно говоря, годика через пять, или может быть даже побольше, появится наконец-таки устройство. Но я все-таки думаю, что это будет именно больше в разделе AR. Ну, то есть сейчас... Немножко такой офф-топчик. Есть Apple Vision Pro. Очевидно, это не самый лучший вариант для людей, которые хотят себе как-то упросить в жизни добавить доп. реальностью. Сейчас есть Quest 3, который уже всех удивляет, и он стоит там тысяч пятьдесят рублей. Это тоже дохуя. Ну, давайте честно, учитывая, ну, сравнивая, типа, технологии Apple, это, блядь, небо и земля, это хотя бы можно потрогать. Так вот, у меня есть теория, что лет через пять-шесть у нас действительно будут просто вот эти вот датчики. Вот такие же ты их одеваешь, вот так, себе. И у тебя сразу здесь, допустим, микронаушник, который моментально переводит тебе любой язык, там, допустим. Человек сидит, говорит на испанском, и тебе просто в дубляжом вот так сразу через этот, через костный передается просто по звукам таким. Его перевод в реал тайме. И все, халява. И, скорее всего, да, ближе к этому времени, ну, блядь, через пять лет это, наверное, будет, это уже будет, но это, скорее всего, будет стоить дохуя. Лет через десять это, скорее всего, уже будет доступно именно в таком дешевом варианте. Но когда точно, потому что это же мои, ну, просто догадки, прогнозы, которые основаны просто на рандомных числах, я хуй знает. Это приносили с собой буделки и трещотки, словно на футбольный матч, чтобы заглушить выступления политических противников. Хотя фиг с ним с трещотками. Нередко депутаты на собраниях палили из револьверов. Это люди так вот сто лет назад думали, что сейчас машины летать будут. Ну, давай честно, сто лет назад у людей только машина была. А сейчас уже есть технология, понимаешь, брат? Вопрос сейчас только в том, как сделать ее более компактной. Ну, то есть вопрос несколько по-другому стоит, брат. Обычно в воздух. Но если страсти слишком накалялись, то устраивали дуэли прямо у стен парламента. А еще из-за особенностей австрийской выборной системы в парламенте одновременно сидели аж 34 партии и еще 5 независимых депутатских групп. Это просто трындец. Вы вообще можете себе такое представить? Я вот допустим не могу. И по-моему, ни в одной стране мира сейчас такого нет. В этих условиях работа законодательного органа была почти парализована. Зато этот орган громко гудел, шумел, стрелял и поливал оппонентов говном с трибуны. Весь этот трэш балкона наблюдал юный Адольф Гитлер. Неудивительно, что в его голове возникла мысль, что парламентская форма правления – это фигня какая-то. Но был у Гитлера и свой политический кумир – бургомистр Вены Карл Люгер. Типа такой крепкий хозяйственник и популист. Он прямо заявлял, что народ тупой. Поэтому для успешной агитации нужно обращаться не к разуму, а к чувствам. Дайте толпе любую идиотскую идею, которая ей понравится, и выборы у тебя в кармане. Ну да, да, так и есть. У Люгера такой идеей был антисемитизм. Расчет был простой. Потому что чувства, они намного легче. Прям, ну правда, ими управлять намного проще. Вене много бедняков, которые ненавидят богатых. Почему бы на этом не сыграть? Он начал говорить, мол, вы злитесь на богачей? Правильно. А знаете, у кого больше всех денег? У евреев. Так что долой евреев. Все ваши беды из-за них. Голосуйте за меня. Я разберусь с этими проклятыми инородцами. Противники Люгера называли его идеологию социализмом для идиотов. Но это работало. Он возглавлял Вену целых 13 лет и, скорее всего, возглавлял бы и дальше, если бы не умер. Ну и что еще интересно, в реальности он дружил с теми самыми еврейскими бизнесменами. Так это же работает даже у нас. Вспомните того же условного Навального. Типа, Навальный такой, блядь, знаете, почему власть хуйня? Потому что они воруют, потому что они богатые. Только поэтому хуйня. Давайте я приду к власти, и я не буду воровать. И все здесь такие, типа, да нет, ты что, долбой, ты будешь воровать 100%. Ну, как бы, коррупция есть везде, в любой стране, сука. И зная, как бы, его предысторию Навального, ну, это и так будет происходить. А в результате, ну, да, вперед, вот Навальный точно воровать не будет, блядь. А ты говоришь, типа, мужик, там у него, смотри, вот биография, бла-бла-бла, вот эти моментики, типа, да похуй! Нет, нет, даже если будет воровать, то будет меньше. Торок публично сражался. А мы таким вот хитрым образом тем временем добрались до любимой темы Гитлера, евреев. Как я уже говорил, поначалу он не считал их каким-то специфическим злом. Он дружил с евреями, ходил на выступления еврейских артистов в опере и так далее. Но на бытовом уровне Гитлер все равно был антисемитом. Ну, просто потому, что это тогда был... Да не, мисс, а при чем если альтернатива, не альтернатива? Я просто в целом говорю про пример, понял? То есть, в принципе, та же самая-то политика. Получается, Навальный это кто? Общеевропейский тренд. Конец 19-го... Ну, окей, я утрирую, типа, ну, суть поняли. Это время формирования национальных государств. Евреи в эту концепцию не вписывались. У них нет своей страны. Бля, если так подумать, вообще любого политика можно подвязать под Гитлера. Вообще любого. Потому что каждый из них, ну, подходит просто. И это страшно. Охуеть. Ну, это реально страшно, но каждый из них немного подходит под Гитлера. Не живут везде. Говорят на своем языке. Не смешиваются с местным населением. Женятся в основном только друг на друге. Это злило. А еще злило то, что многие торговцы были евреями. Значит, это не просто чужаки, но и чужаки при деньгах. А после снятия запрета на профессии для евреев стало казаться, что их как-то подозрительно много среди интеллигентов. В смысле, врачей. Так со всеми что-то общее найти можно. Да, но не все это Гитлер. Почему сравнивают с Гитлером? Потому что Гитлер только один. Даже несмотря на то, что фамилии много. А Гитлер один. Ученых, журналистов и писателей. Ну, как тут не придумать теорию заговора, что евреи пытаются захватить культуру? Если говорить про Австрию, то в Вене тогда каждый десятый житель был евреем. В парламенте заседали еврейские партии. И часть населения все больше начинала видеть в них угрозу. А тут еще недавно появились протоколы сионских. Я, короче, когда был маленький, мне часто говорили, ну, типа, я видел по телеку, говорят там, евреи, 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 они везде евреи. А я, короче, ну, мне их так описывали, я же из мультиков понимал, кто такие евреи. Я постоянно думал, что евреи это, короче, такие карикатурные чуваки с огромными носами максимально, там, знаешь, которые сидят вот такие. Ну вот, я просто из мультиков обычных, там, американских это понимал, смотрел вот так. И, короче, я только когда вырос, понял то, что, ну, евреи выглядят как любые другие люди. И я такой, ебать. То есть, я всегда хотел встретить на еврея, а они всегда были рядом. Ебануться. И тогда я начал искать афроамериканцев. Дрецо, от которых антисемитам вообще снесло башню. Оказывается, что евреи все это делают не просто так, а в рамках общего плана по захвату мира. Гитлер все это слушал и мотал на ус, потому что это хорошо согласовывается. Нашел, да! Я говорю, когда я познакомил афроамериканца, я, чтоб ты понимал, я сделал две вещи. Первое, на стометровке я обогнал его, это просто принципиальная была хуйня. Я потом реально ходил, гордился. А второе, я просил его научить меня мату. Он был из Франции, поэтому меня обучал. ...с его инфопузырем про дегенеративное искусство, про высшие и низшие расы и прочее. Неудивительно, что он быстро дошел до идеи, что евреев нужно куда-то убрать из Европы. Например, переселить на Мадагаскар, как предлагал один из его любимых журналов. А я не помню, в том-то и прикол, мужик. То есть, я помню, что он меня на целой лекции обучал мату французскому. Но я ничего не помню. Нет, типа я сейчас почитаю там французские маты, я вспомню, конечно. А так сходу нет. 11 ноября 1918 года. Позевальск, Померание. Тыловой госпиталь немецкой армии. Ефрейтор Гитлер тут уже почти месяц. В сражении во Фландрии его полк обстреляли снарядами с горчичным газом. Эта дрянь выжигает слизистые. После атаки Гитлер потерял зрение. Но ему снова повезло. Он ослеп только на время. В отличие от десятков тысяч других солдат. Правда, зрение до конца не восстановилось. И Гитлер боялся, что уже никогда больше не сможет рисовать. И вот наступило 11 ноября 1918 года. Утро. Всех раненых собирают в одном месте и объявляют им три новости. Во-первых, война закончилась. Во-вторых, Германия ее проиграла. И в-третьих, Кайзер Вильгельм II трекся от престола и уехал. Империи, за которую они сражались, больше нет. Привычный мир трещал и разваливался на глазах. Гитлер не выдержал. Он убежал в собрание. Забежал в палату, упал на койку и заплакал. Плакса. Плакса. Но когда началась война, Гитлер одним из первых записался добровольцем. Поплачь, блядота. Вот прям 1 августа 1914 года Германия вступила в... Бля, прикинь, если бы как бы сюжет нахуй вообще вот получается прошлого века вот так вниз пошел бы. Если бы кто-то подошел в этот момент к нему и сказал поплачь, блядота. Он же бы вообще тельтанул бы нахуй, ну вы поняли. Осуждая, конечно, такой, но с Гитлером как будто, ну, как будто не так жалко, что ли. Через два дня Гитлер стоял на призывном пункте. Причем, как вы уже, наверное, поняли... Нытик, ты нытик тоже. Блядь, нихуя! Блядь, я не плачу в подушку. Пошел он не в австро-венгерскую армию, которую ненавидел, а в расово верную немецкую. Первые полгода войны почти всю Европу охватила... Докажи как, блядь, мне показать подушку у себя и не плакать? Или как ты хочешь, чтобы я это доказал? ...преданное воодушевление. Все топили за войну. Каждая страна считала, что она тут сражается за правое дело. Против войны выступали единицы из самых радикальных леваков. Когда французский коммунист Жан Жарес заикнулся, что... Жарес. ...простым людям не нужна, его просто застрелили. Оу, радикально, радикально. У нас только в Твиттере отменяют, когда такое говорят. В Германии все политические партии, включая обычно мирных социал-демократов, договорились отказаться от политической борьбы во имя победы на фронте. И, конечно, все считали, что победа вот прям вот чуть ли не завтра будет. Максимум к Рождеству все закончится. Например... Ебать, вот-вот-вот, вот это, вот это Германия, видите? Они делали дома из бревен. Бревен. В тот момент, понимаете, ребята, весь мир, сука, строил кирпичные дома. И вы хотите вот в эту Европу? В Германии был план, который предусматривал молниеносный разгром Франции буквально за пару месяцев. Так что в 17-м баварском полку, куда попал Гитлер, многие думали, что не успеют поучаствовать в настоящей битве. Ну, в общем, они ошибались. Полк послали на фронт в конце октября 2014 года. А их первым боем стало кровопролитное сражение во Фландрии. За первые 4 дня в картофельных полях... Блядь, подожди, то есть немцы реально ходили в таких шлемах с огромным чубчиком на голове? Они что, тупые? Просто представьте ситуацию. Чел сидит в окопе. Ты что, вообще, они, подлять, просто, ну, я, я, как нахуй? Остались трупы 349 солдат. То есть погиб... Ну, подожди, видишь, они реально в этом ходили. У них реально был этот чубчик на голове. Зачем? Чтобы можно было им проткнуть? Так их также из окопа видно. Во, вот тут поменяли, тут молодцы. Полторы сотни тысяч немцев и сто тысяч... Вот тут молодцы, тут хорошие шлемы. Солдат Антанты. А главное, результат... Вот тут ебать, попкопы. Тата было ноль. Германское наступление провалилось. И следующие 4 года линия фронта на этом участке практически... Это чтобы своих определять? А они что, не могут понять, что свои в тебя не стреляют? Если ты стрельнул в меня, значит, ты не свой, блядь. Лови гранату, фашист. Реальность жестко всех обломала. Парни шли на красивую героическую войнушку за медалями и славой. А попали в грязищу, в онищу и под пулеметный огонь, который десятками тысяч косил солдат. Пытающихся бежать в бессмысленные штыковые атаки. Гитлер, кстати, в атаки не ходил. Всю войну он служил связным. И бегал туда-сюда между блиндажами. И на этом своем посту он был невероятно хорош. Все командиры его хвалили. За время войны он дослужился до ефрейтора. Получил два железных креста и два баварских военных ордена. Тут не стоит думать, что, в отличие от других солдат, Гитлер устроился на теплое безопасное местечко. Нет. Связных убивали чуть ли не чаще, чем пехотинцев в окопе. Просто Гитлеру постоянно везло. Кстати, насчет ордена Первый крест. Адольф получил... Первая мировая война просто первой окопной войной, поэтому форма немного странная. Ну, тогда они странно, что продумали. Типа, ну, с чубчиком сидеть все равно супер-супер-супер-стрэндж. ...что вытащил раненого офицера из-под огня. А вот за что второй, непонятно. Приказ о награждении как-то внезапно потерялся, когда Гитлер пришел к власти. У историков два варианта. Либо к награде Гитлера представил офицер-еврей, либо Гитлер был крысой. Сейчас объясню, что я имею в виду. Молодой Адольф Алоизыч на фронте держался как бы в стороне от общей компании. Не бухал, по борделям не ходил и мало с кем общался. Сам он потом будет утверждать, что в перерывах между заданиями читал Гомера и Шопенгауэр. Но, во-первых, ага, так мы и поверили. А во-вторых, даже если так, ситуация все равно была со стороны стремных. Типичный чувак из чата, а, конечно. ...назначат боевой брат. А если это правда было так? ...гулянки, дружба. А этот странный хрен тусит постоянно где-то в углу. То ли книжки читает, то ли доносы строчит. В целом, такое поведение вполне укладывалось в характер Гитлера. Но у некоторых историков есть предположение, что его характер... Я не крыса! ...офицеры могли использовать в своих целях. И что на фронте Гитлер внезапно выполнял функции стукача-контрразведчика. Внимательно слушал, о чем там переговариваются его однополчане. И передавали крамолу куда надо. Я не крыса! Вот типа за успехи на этом поле ему и дали второй железный крест. Но на войне с Гитлером случилось еще одно преображение. Чисто внешнее. Именно тут он начал носить свои знаменитые стрёмные усы. До войны усы у него тоже... А это разве не из-за ранения? ...но такие. Пышные, почти гусарские. Но оказалось, что на фронте с ними очень неудобно. Во-первых, в целых окопах это прям сборщик для грязи и вшей. Во-вторых, они мешают надевать противогаз. Поэтому Гитлер оставил только узкую щеточку по муссу. Да, вот так было. Я думал, там ранения. О, додумался. Такие усики были популярны и до войны. Можно вспомнить хоть того же Чарли Чаплина. А в Советском Союзе точно такие же носил один из руководителей НКВД Генрих Ягода. Хотя усы это не самое. Я думаю, он потом их сбрил. ...самое важное. Говорят, война ломает людей. Все превращаются в психов с ПТСР. Так вот, в случае с Гитлером это правило не работало. Войну он обожал. Она стала для него вторым домом. Все четыре года он провел на фронте без каких-либо срывов и жалов. Но и у него на самом деле было чему радоваться. Ведь кем он был в мирной жизни? Опусти. Художником неудачником. Опусти быстро. Ну он прям в этом плане кайфовал, наверное. Которые на улице на него и не взглянули бы. Но сейчас вот они сидят вместе с ним в окопе. Короче, на войне ему нравилось. Поэтому когда Гитлер получил такие ранения и был отправлен в отпуск в Берлин, то офигел. Нет, не из-за того, что его отослали, а из-за настроения в тылу. Оказалось, что там уже давно нет никакого намека на патриотизм и военное братство. Оказалось, что жители Берлина, нет, не пьют лавандовый раф в кофейнях. Но все больше говорят о ненужности войны. Ну так вообще-то всегда происходит. Ну как бы да. Это возьми любую другую войну. Вообще любую. Всегда в тылах. Люди такие, бля, война заебала. Хватит, 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 хватит. Ну да. К 17-му году бесконечная бойня всех задолбала. А конца и края у нее не видно. Гитлера такие непатриотичные мысли сограждан бесили. И он говорил, мол, хорошо бы Берлин и Мюнхен накрыть ядовитым газом. Чтоб вот эти слабаки не раздражали настоящих войнов. Ну кстати, не знаю, Гео заматывали свастику для стримеров и замутил банворд условный. Но мне кажется, это просто банальная херня, чтоб ютуб тебя не откинул. Правда, если он делал для стримеров, то офигеть, респект, потому что я не думаю, что Гео много кто смотрит. Своими кислыми рожами. Потом Гитлера вернули обратно на фронт. И дела стали только хуже. В октябре 18-го он снова оказывается в госпитале. И тут случилась прям трагикомичная ситуация. То ли от потери зрения, то ли еще от чего. Но целый месяц ефрейтор Гитлер практически не обращал внимания... Я смотрю, я имею ввиду про стримеров, брат. ...на то, что происходило во внешнем мире. Что моряки в Гамбурге подняли восстание. Что оно перекинулось на Берлин. И Кайзер отрекся от престола. Обо всем этом Гитлер узнал уже постфактум. И так все было напрасным. Напрасными были все жертвы и лишения. Напрасными голод и жажда. Иной раз в течение нескольких месяцев. Напрасными часы, когда мы, охваченные цепкими лапами смертельного страха, все-таки исполняли свой долг. И напрасной оказалась смерть миллионов. Правда, вывод, который он из этого делал, был вовсе не в том, что воевать с самого начала было не нужно. А то, что надо воевать было больше? В том, что воевать надо было лучше до победы. Блядь, я не знаю, этот чувак с супер извращенным мышлением, но я про Гитлера и говорю. Это пиздец. Он реально ебнутый на голову. ...ного конца. А еще для Гитлера поражение означало и личную трагедию. Ведь после войны он снова превращается в никому не нужного бомжа. Без денег... И он такой, надо продолжить войну, чтобы я был хоть кем-то. Сентябрь 1919 года. А почему так подумал? Так это логично, что он так думает. Ну и говорю, у него прям извращенное мышление, поэтому логично, что он так подумает. ...юнхин. Казармы 17-го баварского полка. Ефрейтор Гитлер лежит на своей койке. Одной рукой он отщипывает от куска хлеба крошки и кидает их на пол. По полу шмыгают мыши и подбирают хлеб. Другой рукой он держит помятую брошюру. На брошюре надпись «Мое политическое пробуждение». Автор Антон Дрекслер. Гитлер читает и улыбается. А знаете, что меня во всей этой биографии будущего фюрера поражает больше всего? Банальность зла. Ну блин, посмотрите сами. Молодой Гитлер не чудовище. Если убрать за скобки его психические особенности, похожие на аутизм, то в целом это обычный человек в своей эпохе. Миллионы немцев, как и он, сталкивались с проблемой славянской миграции. Миллионы европейцев, чего уж греха таить, были антисемитами и боялись еврейского заговора. Ну а про миллионы немецких солдат, которые после капитуляции получили ментальную травму, я вообще молчу. Гитлер не создавал никакой своей теории. Большую часть идей он взял из популярных дешевых книжек для фанатов немецкого мира и условной конспирологии начала 20 века. И эти книжки тоже читали миллионы людей. Например, германский генерал Людмилов. Ну то есть по факту на месте Гитлера мог быть кто угодно, просто так вот карты сложились. Просто верил во всю эту лбу. Причем в той же самой Германии, спокойно. Гитлер стал главным ублюдком и злодеем 20 века. Но тогда таких потенциальных главных злодеев были многие сотни тысяч. И Гитлер среди них не особо выделялся. Он не был не особенно образован. Это мы на самом-то деле, ну, как бы уже по тому, что мы знаем по истории, уже сказали, типа, это самый-самый главный ублюдок, самая-самая главная тварь. И теперь там даже условный Муссолини где-то на втором плане. В Испании, как звали вот этого чела, тоже где-то вообще на третьих ролях. Я даже сейчас фамилию его не вспомню. Героично. Давайте честно, это был обычный чувак с кругозором обычного необразованного человека. Так в чем же секрет его успеха? А, ему просто повезло. Гитлер оказался в нужном месте в нужное время. В нужное, в смысле, для него, а не для человечества. Итак, 1919 год. Война кончилась, и Гитлер вообще не знал, что делать. Гражданской специальности у него не было от слова совсем. А снова возвращаться в ночлежку к бомжам ему не хотелось. Поэтому от растерянности он просто отправился в Мюнхен, в расположении своей части. Повторю, тут Гитлер был уже гражданским человеком, но все равно поехал жить в казарм. Это как если бы сейчас солдат-срочник после дембеля решил остаться в части. Потому что тут все привычно, есть своя постель, еще и кормят бесплатно. Находились казармы Гитлера в Мюнхен, где в тот момент власть была у коммунистов и провозгласили баварскую советскую... Кстати, интересно, такой офтоп, а за кого тогда болели? Ну, про футбольщики я говорю. И за кого болел Гитлер, чтобы просто понимать, ну, типа, вот если, допустим, он болел за Баварию, то получается, все, кто болеют за Баварию, они фашисты? Вы думаете, что делает Гитлер? Ведь он всю жизнь ненавидел коммунистов, а он вступает в Баварскую Красную Армию. Вот это прикол, да? Правда, это не значит, что Гитлер внезапно переобулся. Коммунистов он по-прежнему считал отвратительными людьми. Но кушать что-то надо, а в армии кормили. Ни в каких боях за красных будущий фюрер не участвовал, а просто косил траву в расположении части. До тех пор, пока в Мюнхен не вошли правительственные войска и не прикрыли всю эту Баварскую Республику к чертовой бабушке. Пришедшие в Баварию солдаты состояли в основном из отбитых националистов. Так что Гитлер быстро нашел с ними общий язык. Ну, то есть, сначала его все равно посадили в фильтрационный лагерь. Блин, я такой сейчас понял, что, короче, Гитлер, ну, чисто лицом, вот, бровями похож на мою бабушку. Немного. Как? Ну, типа, это такая частая штука, вот именно вот, 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 вот это, глаза. Бывшего красноармейца, но очень быстро отпустили, потому что Гитлер радостно начал стучать в военный трибунал на всех своих бывших сослуживцев, которые верили в коммунизм по-настоящему. И делал он это успешно. Да, блядь, там, скорее всего, ваши бабушки тоже похожи в этом плане на Гитлера. Любая часть тела, лица и так далее, бывает похожа у разных людей. Ну, типа, это частая хуйня. В 1919 году его снова приняли в армию, кем-то вроде младшего агента разведки. И вот тут началась жара. В разведывательном отделе был такой капитан Майер, и он разглядел в нашем ефрейторе большой талант пропагандиста. Чисто так случайно. Как-то в присутствии Майера... Поэтому нет, говорю, поэтому поосторожнее, приглядитесь к своей матери, возможно, она похожа на Гитлера. Кто-то вступился за евреев, и Гитлера, что называется, просто прорвало. Он скачил, начал размахивать руками, брызгать слюной. В общем, всячески доказывал, что евреи это просто не люди. Гитлер и до этого часто участвовал в политических спорах. И реально умел убеждать, при этом было неважно, что именно он несет. Насколько там хорошие аргументы и нет ли логических ошибок. Гитлер брал бешеной энергетикой, которая позволяла почти в любой ситуации выглядеть очень убедительно. Поэтому начальник Гитлера стал посылать его вести беседу. Не, не похож, не похож. Я так не делаю. Атоми, которые возвращались из российского плена. Чтоб проверить, не заразились ли они там большевизмом. А потом Майер дал Гитлеру главное задание, которое перевернет всю его жизнь. Внедриться в немецкую рабочую партию. То есть чувствуете еще один прикол? Гитлер, который потом станет лидером этой рабочей партии, не создавал ее. А попал туда, блин, как полицейский агент. А его задача была просто шпионить за ее членами. В общем, немецкая рабочая партия пыталась продвигать в Германии социализм. Но не такой, как в СССР, а немецкий. То есть социализм на базе национализма. Возглавлял партию Антон Дрекслер, обычный слесарь. Из-за такого специфического происхождения лидера, вся базовая идеология там сводилась к простой формуле. Рабочему нужна не классовая борьба, а хорошая работа, полная кастрюля и успехи детей. Бляпач, вы заметили, что как-то вот Вторая мировая война очень-очень ассоциативна со стримерами. Прям очень сильно. Есть и люди, которые не шарят в политике, но при этом убедительно говорят. Имена, фамилии, усы, допустим, как у Антона, и вспомните, как видел отец Гитлера. Ну, просто сравните их в визуальном. Звучит логично, но попутно во всех проблемах рабочих Дрекслер обвинял евреев. Классика. К моменту, когда на собрание партии первый раз пришел Гитлер, там состояло всего 40 человек. Гитлер пришел и тут же заскучал. У него было полное ощущение, что это очередной детский сад из рандомных балаболов. Он записал в блокноте. Организация опасности не представляет. И уже хотел уйти, как вдруг услышал, что очередной оратор высказался в духе, что Баварии надо выйти из состава Германии и присоединиться к Австрии. Такого Гитлер уже стерпеть не мог. Взял слово и задвинул длинную телегу... Так, стоп, я долбоеб. А у Баварии же прям супер мелкая граница с Австрией, разве нет? Так, подожди, вспоминаю. Так, вот я стою в Мажино, нападаю через правый фланг по Швейцарии. А, да, да, там нормальная граница. ...свою любимую тему, что австрийцы это вообще не нация, что все немцы должны объединиться в одном государстве, что только так немецкий народ может достичь величия. И все в таком духе. Вокруг все обалдели. Дрекслер кинулся к Гитлеру, долго жал ему руку, просил прийти снова и подарил свою книжку. Гитлер несколько дней так подумал и согласился. В конце концов, почему бы и нет? Эту идею даже поддержал начальник Гитлера. Он считал, что свой карманный националист будет ему полезен. Ох, знал бы он, к чему это приведет. В общем, Адольф официально вступил в рабочую партию, стал членом комитета по агитации. Его новые руководители были в восторге. В основном потому, что Гитлер был чуть ли не единственным опустите руки, безработным во всей партии. И поэтому мог посвящать ей буквально все свое время. 24 на 7. Капитан Майер тоже оставался доволен. В то время Германию лихорадило. На улицах боролись между собой десятки группировок самой разной политической и преступной ориентации. Большую роль играли объединения бывших фронтовиков с националистическим уклоном. Майер решил, что хорошо иметь под контролем собственную националистическую партию, которая будет помогать спускать пар. Так что партии Гитлера помог не только его талант, но и деньги из секретных армейских фондов. Но, конечно, способность Гитлера произносить пламенные речи нельзя переоценить. На первом же своем выступлении он захреначил речь на полчаса. Экспромт. О, я тоже умею воду лить просто с нихуя. Сохранилось забавное описание одной из его ранних выступлений. Вот только послушайте. Докладчик говорил о евреях. Докладчик сообщил, что везде, куда ни глянь, евреи. По всей Германии правят евреи. Позор, что немецкий рабочий класс позволяет евреям в хвост и гриву травить себя. Конечно, потому ведь что у еврея деньги. Еврей сидит в правительстве, спекулирует и торгует из-под полы. Когда он опять набивает себе карманы, то опять разгоняет рабочих, чтобы снова быть у руля. А мы, бедные немцы, все это терпим. Он говорил также и о России. Знаете что? Вот если бы я был в то время, и мне Гитлер бы такое сказал, знаете, как бы я его урыл. Ну и. И что ты мне скажешь, фюрер. И он бы такой... И тогда бы не было гибели миллионов людей, ребята. Тогда было бы все проще. И был таким, какой я вижу в этих очках охуенных. И кто это все устроил? Опять же, еврей. Поэтому, немцы, будьте все заодно, боритесь с евреями, потому что они у нас последнюю корку хлеба отнимут. Заключительное слово докладчика. Мы будем бороться до тех пор, пока из германского рейха не будет убран последний еврей, даже если для этого нужна будет революция. Оратору сильно аплодировали. Жаль, у этого описания не было другого финала. Типа, а потом докладчику набили ебать и посадили по статье 282. Но, увы, в реальности, такие речи в Германии были безумно популярны. То есть, я тоже мог, осуждаю, отпусти руку. То есть, грубо говоря, я тоже мог выйти в Германию, сказать любую хуйню. Типа, вы заметили, как много новых в чате? Давайте их всех посадим, выгоним отсюда. И все такие, да, да, вперёд, вперёд, ты крутой. Ну, типа, это же Брэд. Гитлер оказался хорошим организатором. С его подачи пивная Хофбрайнхаус стала постоянной штаб-квартирой партии. Почему в пивной? Ну, потому что Гитлер решил, что так брутальнее. Мол, это пускай эти соевые нежатся в клубах. Соевые. А мы настоящие мужики будем сидеть в пивнухе. Тогда же партия меняет название и становится национал-социалистической. Немецкой рабочей партии. Забавно, что это название они, по сути, своровали у правящей тогда партии в Чехословакии. Но кто сейчас это помнит? Да, пустите вы руки. А вот Гитлера помнят все. Это как теперь при виде свастики люди сразу вспоминают не тибетских буддистов, а нацистов с зигами. В общем, Гитлер вновь почувствовал себя на своём месте. Не знаю, я уверен сейчас, что маленькие девочки, видя свастику, вспоминают именно аниме «Токийские мстители». Так что нет, так что нет, плохо уходит, ребята. Партия купила несколько грузовиков, которые превратили в агит-мобили, увешанные красными флагами со свастонами. А на секретное пожертвование от армии купили бульварную газету, которую превратили в свою... Чё, вот люди, которые пишут чё, сразу видно, это мужики 25-летние. Гандистскую машину. А всякие маленькие 13-летние девочки пишут «Да, факт». Всего через полгода после вступления Гитлера в партию, там было уже две сотни человек. А в 1920-м на оглашении политической программы собралось уже 2000 членов. В программе, кстати, было всё, на чём потом будет строиться третий рейх. Расширение жизненного пространства, антисемитизм и тоталитаризм. Жара июнь. 1 апреля 1920 года пранк окончательно вышел из-под контроля. В армии хотели получить подконтрольную партию, но Гитлер перестал слушаться начальства и уволился из армии. Отныне он политик, который почувствовал за собой силу. Это пиздец. То есть, понимаете, что в теории, даже если я выйду на какое-нибудь там, не знаю, мероприятие, речь, я тоже неожиданно стану политиком. Вообще не важно, что она под собой будет нести, потому что, судя по всему, Гитлер тоже особо-то не был сильно начитанным чувачком. И я просто бы такой... Все. Я стану президентом президентом. Я вам говорю. Я стану президентом президентом, захвачиваю все вокруг, и мы будем жить охуенно. Роль лидера популярной партии нравилась ему куда больше, чем роль мелкого полицейского стукача. Ну а чем все это закончилось? Ну и да, и Иванова столица. Столица в Иваново, это самое главное. К нему Крым подсоединить. Но я сделаю чисто Крымский Ивановский мост. Он будет вот так через... Вот так идти. Красно знает. Новая разрушительная война, десятки миллионов смертей и так далее. Зато национализм перестал быть мейнстримом в европейской политике. Кажется только, что досталось нам это слишком дорогой ценой. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего хорошего. О, Гитлер. Спасибо. Видите, ребята, вот мы посмотрели этот ролик, вы меня просили, я, сука, два часа на это убил. Я не похож на него вообще. И только что я вам это доказал. Так что все, все, все. Как же прикольно быть идиотом. На чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам. Хоть все болит, но не пойду к врачу.